Синие коробки двух Стивов, Джобса и Возняка, были такого же цвета, как и обычные городские телефоны-автоматы, но значительно дешевле для массового потребителя. Даже в таком своеобразном бизнесе главное не то, кто дольше держал в руках паяльник, собирая пиратский телефон, а тот, кто является автором идеи. 150 долларов за каждую синюю коробку было совсем неплохо. К тому же еще появлялась возможность расширить коллекцию своих бесконечных приколов. Они оба обожали телефонные розыгрыши. С помощью этих синих коробок можно было устраивать просто феерические приколы. Джобс тогда позвонил папе римскому и выдал себя за Генри Киссингера. И ему действительно удалось поговорить с каким-то высокопоставленным епископом. Тем временем руководство Атари уже прослышало про своего сотрудника, одержимого разными электронными идеями. Фактически тогда Джобсу было сделано предложение стать, как это правильно по-русски, в общем, американским рационализатором и помочь родной компании. Разумеется, не забесплатно. За каждую сэкономленную в схеме выпускаемых видеоигр микросхему ему пообещали 100 долларов. Джобс отправился за помощью к возняку. Сумму будущего гонорара своему тезке он не назвал, сказав только, что потом, в случае удачи, премию они разделят пополам. Да, это правда. Это одна из тех историй из юности Стива. Он действительно обманул возника на несколько сотен долларов. Но воск его чести не стал держать зла на Джобса и простил его. Типа, ну мы тогда были молодыми. Бог с ним. Когда из схемы видеоигры возняк сумел убрать 50 лишних чипов, Джобс заявил, что хозяева заплатили на двоих только 700 долларов. О том, что свой первичный капитал Джобс добыл весьма традиционным способом, ценой обыкновенного обмана, все же стало известно. Правда, лишь спустя много лет. Уже после того, как компьютеры Apple завоевали популярность и не только в Америке. Все то, что Apple защитил своими патентами и в судах отстаивал свои права на эти элементы дизайна интерфейса и так далее, все это было Apple откуда-нибудь украдено. Поэтому они проиграли все эти суды. Судов было несколько сотен. Apple судился за все, что он когда-либо у кого-либо украл. И судился в частности с Microsoft по элементам интерфейса, которые были украдены у компании Xerox. Пытались ограничить распространение компьютерной мыши, делая вид, что она их изобретение. Сейчас судится с дюжиной компьютерных компаний, в том числе тех, от которых заказывают комплектующие стекла и так далее. В общем, каждому свой Джобс. Кому-то гений, кому-то торгаш, кому-то просветленный, кому-то приземленный. Продолжение следует... То, что он хиппи, ну это помогло ему остаться незашоренным, я думаю. Раздвинуть его горизонты как-то. Хиппи — это особый мир, это удивительная атмосфера. Атмосфера творчества, прежде всего. О, абсолютно. Безусловно, безусловно. То, что Джобс был хиппи, это на него повлияло. Это закономерно. У меня у самого нет компьютера, но зато я хорошо знаю, что хиппи любят многие нестандартные вещи. И вообще склонные к необычным вкусам. Для того, чтобы представить, в какой атмосфере прошла бурная молодость Стива Джобса, нужно приехать вот сюда, на улицу Хайт, в Сан-Франциско. Здесь, как в середине 70-х, по-прежнему, правда, все уже реже и реже, собираются те, кого называли хиппи. Те, кем и был сам Стив Джобс. Правда, многие из них уже изрядно постарели. Я, честно, не могу сказать вам, употреблял ли он когда-нибудь наркотики. По крайней мере, последние лет 30-40, вряд ли. Но когда он был юнцом и пытался понять этот мир, да, возможно. Я полагаю, что психоделические наркотики в этом ему помогали. Ну, компьютер — это не наркотик, но что-то общее, безусловно, есть. Жизнь в общежитии Рид-колледжа была непростой. Уже менее чем через полгода после зачисления Джобс заявил, что занятия ему неинтересны, и поэтому нет смысла тратить деньги родителей, которые они копили на его учебу всю жизнь. Далеко не все было так романтично. У меня не было собственной комнаты в общаге, поэтому я спал на полу в комнатах друзей. Я сдавал бутылки из-под колы по 5 центов, чтобы купить еду, и ходил за 7 миль через весь город каждое воскресенье, чтобы нормально поесть в храме кришнаитов. И многое из того, с чем я сталкивался, следуя своему любопытству и интуиции, позже оказалось бесценным. К тому же Джобс собирался, как и многие его тогдашние сверстники, в Индию. Дзен-буддизм был очень распространен среди хиппи. Но гуру никак не мог понять, что это за изобретение такое — компьютер. У тебя есть вера, служи ей, что еще нужно, звучало в ответ. Может быть, тогда Джобс понял, что же все-таки является его настоящей религией. Быть хиппи просто-напросто значит быть молодым. Хиппи — это просто одна из фаз развития. Это путь поиска самого себя. Джобс все время экспериментировал с нетрадиционными аспектами культуры и бытия, и с религией. Он постоянно двигался вперед к его чести в этих поисках. И он продолжает делать это постоянно. Так мне кажется. Стив словно постоянно ищет подсказку, как быстрее воплотить неотступную идею, в которую никто не верит. Персональный компьютер — что это? Пожалуй, то, что заставит мир думать иначе, — отвечал Джобс. Он стал легендой после появления на свет первого персонального компьютера. Джобс и Стив Возник очень много сделали для прорыва бытовых компьютерных технологий в 1977 году. А датой рождения их первого персонального компьютера стал 1974. Они первыми сделали данное направление коммерчески успешным. Именно поэтому они заняли неоспоримое положение легендарных людей Кремниевой долины. Одна вещь делает Стива Джобса уникальным человеком — он не просто технолог. Он гениальный творец новых концепций, а это встречается довольно редко. Далеко не каждый способен придумать новую технологию и притворить ее в жизнь, да еще и сделать ее при этом простой, удобной и привлекательной для пользователя. Первые маки в их пластиковом белом корпусе, то есть они по большому счету похожие на соковыжималку, похожие на предмет бытовой кухонной утвари, это, по сути дела, был месседж. Месседж о том, что компьютер — это такая же часть нашего быта, как кастрюля, условно говоря, как кухонная принадлежность. И этот месседж, он реализовался, даже если не тем путем, которым его пытался реализовать Стив Джобс. Но сначала нужно было убедить других. Кто поверит, что уже через каких-нибудь 20 лет персональный компьютер, как и обычный телефон, будет в каждом доме, а не только в институтах и вычислительных центрах, занимая огромные площади. Первой жертвой силы убеждения Джобса стал владелец магазина электроники в Маунтин-Бью. Он согласился продать экспериментальную партию. Раньше здесь размещался магазин «Байт», и именно здесь свои первые 25 компьютеров продал Стив Джобс. По какой-то чертовски странной цене — 666 долларов 66 центов. Он словно говорил, платите эти деньги и забирайте то, что изобрел я и мои товарищи, и станете такими же, как и мы, не от мира сего. Первый компьютер Apple, это известный исторический факт, продавался за 666 долларов 66 центов. Я не знаю, что у него бродило тогда в голове в молодости, но в этом плане, безусловно, Intel и Microsoft — это корпорация добра, потому что больших мук испытывая, пытаясь настроить компьютер Microsoft, то есть, собственно говоря, никто не испытывает. Поэтому здесь вот, с этой точки зрения, наверное, все-таки ближе, наверное, к силам, если быть в такой аналогии, быть, к силам зла, потому что мы как ни посмотрим позицию, то зло всегда соблазняет. В этом плане компания Apple, наверное, где-то находится на этой стороне. Я знаю, почему такая цена. Это все Стив Возник. Он обожал цифры и их специальные комбинации. У него даже телефонный номер, что-то типа 888-888. Он любит повторение цифр, и тут ему представился шанс, и он назвал 666 долларов. Это все приколы на самом деле. Ну и еще, конечно, потому что многие люди боятся комбинации 666. Просто прикол, я и говорю. Помимо реализации бьющих ключом приколов, будущая сделка сулила прибыль. И главное, их идеи, наконец, могли найти своих потребителей. Целых 25 штук компьютеров, которые тогда, так же, как и компания, их производящая, состоявшая лишь из двух неразлучных Стивов, даже еще не имели своего названия. Но Джобс пообещал, что к началу продаж обязательно что-нибудь придумает. Он очень умный парень. Он здорово разбирается в технологиях. И он мастер по построению интерфейсов и пользовательских систем. Это краеугольный камень всего. Я общался со многими боссами компьютерной индустрии, с Биллом Гейтсом, с Майклом Деллом и прочими. Стив другой, он сам участвует во всех этапах производства. К тому же Джобс уникальный маркетолог. Если посмотреть на историю создания Apple, то физический дизайн персонального компьютера сделал, по сути, Стив возник и первой модели Apple, и второй модели. Но именно Джобс осознал со своим пониманием рынка, как надо их делать, чтобы продавать. Хотя тогда был всего лишь один компьютерный магазин, ну и плюс крайне малая сеть внешних дилеров по продаже, то есть почти без розницы. Это сейчас у Apple целая сеть магазинов. Мне грешным делом сдается, что Стив Джобс в своей жизни вообще ничего не придумал. И ни одно изобретение не может быть названо его именем. Стив Джобс производил вещи, которые существовали на рынке до него и без него, но придавая им такие свойства, от которых эти вещи становились красивее, приятнее, симпатичнее. Apple и Джобс умеют заставить современного человека хотеть. И это умение достойно того, чтобы его изучать, его пытаться понять и ему учиться. Джобс – это игрушки для богатых, это игрушки для элиты, или для тех, кто хочет выглядеть элитой. Apple давно не нуждается в дополнительной рекламе. Однако не лишним, наверное, будет сказать, что и сегодня, даже в Сан-Франциско, возле магазина с нарисованным надкушенным яблоком, уже с пяти утра выстраиваются длинные очереди. Последние изобретения компании раскупают здесь за полчаса после открытия. Вы зайдите в фирменный магазин Apple, вот здесь, в Сан-Франциско, и посмотрите на тех, кто там работает. В ту же секунду, как вы переступаете порог, к вам подлетают несколько человек и немедленно окружают вниманием, как мы можем вам помочь, и так далее. Их энтузиазм, он не искусственный. Они на самом деле повернуты на компьютерах. Некоторые даже пугаются, думают, что они чокнутые. Apple, название будущей компании в буквальном смысле свалилось Джобсу на голову. И именно в тот самый момент, когда он, работая на ферме калифорнийских хиппи, сажал фруктовые деревья, кроме всего прочего, Джобс обожал яблоки и группу Битлес, основавшую в Англии фирму Apple Records. Но новый компьютерный фрукт, уже надкушенный Джобсом, не был похож на других. Понимаете, у яблока много значений, очень много. В том числе есть и библейское. Как вы знаете, это плод познания добра и зла, такой вот подтекст. Но еще яблоко – плод, дарующий жизнь. И главное, яблоко – это очень простое название, что для бизнеса всегда очень хорошо. Сам Джобс пока ни на какой конкретно из представленных журналистами и писателями версий относительно причин именно такого названия пока не остановился. Так что еще возможны варианты. Даже в Америке есть те, кто ничего не знает о Джобсе, если, конечно, это не его последователи по приколам. Стив, чувак, я понятия не имею, о ком ты говоришь. А, компания Apple. Как эти, компьютер, да? Компьютер я люблю, это классная штука для работы. Но про Стивена Джобса, честно, я впервые слышу. Джобс одно время сидел на полностью яблочной диете и говорил, что от яблок меньше плотоотделения. Значит, можно реже принимать душ. Ну и вообще, они вкусные и полезные. Еще они очень долго хранятся. Это первоклассная еда. А раз яблоко – это хорошая еда, то оно станет полезным названием для компании. Контракт с магазином в Mountain View был готов, что нельзя было сказать про первую партию обещанных для реализации компьютеров. Опять нужны деньги. Необходимо купить недостающие детали. Джобс убеждает Возняка продать свой электронный калькулятор. Дефицитная вещь в то время даже в Америке. А сам продает далеко не новый микроавтобус Volkswagen. Все равно Джобс живет недалеко от магазина. Можно походить пешком. 1974-й стал решающим годом в судьбе Стива Джобса. В то время вот здесь был дом его родителей. Джобс буквально оккупировал гараж и две комнаты. Работа над будущим компьютером кипела круглыми сутками. И фактически тогда здесь и располагался офис компании Apple. Мы усиленно трудились, и через 10 лет Apple выросла из двух человек в гараже моих родителей до компании с четырьмя тысячами работников и оборотом в 2 миллиарда долларов. Мы выпустили наше самое лучшее создание, компьютер Macintosh, и потом меня уволили. Вы спросите, как вас могли уволить из компании, которую вы основали? Продолжение следует...